Сок из тыквы Сок из тыквы Всем-всем привет! Сегодня я снова буду готовить сок из тыквы как говорят у нас тут царицы нашего огорода апельсинов и лимонов я уже готовила сок но он был из тыквы и апельсинов сегодня я добавлю лимон и конечно же я сегодня все взвешиваю потому что мне задавали вопрос непонятно сколько тыквы сколько того и сколько другого вот сегодня у меня будет подробное видео и взвешивание приступим к приготовлению для начала у меня вот такая тыква прям смешная какая-то я уже одну почистила и порезала как смогла сейчас я вот эти 3 тыквы тоже почищу порежу и буду дальше показывать процесс почистила я 3 тыквы ту большую круглую я чистить не стала так как кастрюльку я взяла свою любимую а в нее больше не войдет получилось у меня 2 килограмма 300 грамм тыквы 750 грамм апельсинов 250 грамм лимон сейчас я вот эту кастрюльку поставлю на плиту залью ее кипятком положу туда сразу апельсины лимоны все сложу все это сразу и буду варить до мягкости вот сколько у каждого я же не знаю какая у каждого плита сколько поварится чтоб все было мягким чтоб потом можно было это взбивать блендером залила я кипятком и вот так чтобы все вместилось и закрылась у меня крышка я решила разрезать все напополам все апельсины и 2 лимона этих все ставлю вариться продолжаю готовить сок у меня простоял минут 50 протомился вот насколько можно было я плитку убавила и стояла эта у меня жидкость после закипания сейчас что я хочу сделать я хочу сделать следующее я вытащу вот такие вот эти апельсины и лимоны в отдельную емкость чтобы облегчить себе труд попробовала жидкость я ее еще сахар не насыпала горчит конечно от лимона мне нравится можно и так попробовать вот так теперь у меня здесь одна тыква осталась сейчас я ее буду взбивать блендером вот такое пюре у нас получается вот такое пюре у нас получается я его потом протру через сито еще чтобы ничего не попало ни косточки ничего чистенько чтобы все было а это я попробую а это я попробую как оно у меня будет взбиваться блендером ну тоже все ништяк взбивается очень хорошо это я отдельно все смешаю добавлю добавлю сахар а почему отдельно отбивать ну не знаю чтобы отдельно протирать через сито чтобы кожурки не попадались это будет очень быстро а это подольше вот так я протираю через сито не очень это долго кажется конечно но зато потом зимой будем наслаждаться таким вкусным соком все перетерло вот такой вот пюреобразный сок у нас получился здесь вот это я сливала сюда терла я значит сделаю следующее я его разбавлю кипятком здесь вот сахар тоже еще не насыпала разбавлю кипятком наверное вот так вот вылью половину я закипятила воду добавлю сюда с чайника воды я это все еще буду кипятить на глаз да ой ну сколько же я налила то ну я думаю еще на глаз на глаз я не наливала два раза на глаз я наливаю кастрюлю так ну я так полагаю что я литра полтора сюда воды добавила и я добавлю сюда грамм 300 сахара попробую что у меня получится думаю будет достаточно а это то что у меня осталось я не стала дотирать я думаю размешаю попью там шкурки от апельсина у меня апельсин уже подсох я давно их купила и поэтому так получилось вообще раньше они протирались ну вот я попробовала на вкус и вот чувствуется корочка апельсинная апельсиновая и лимон обалдеть как чувствуется лимон насыпаю сахар из ошана купила по дешевке один стакан сюда поделим один стакан сюда а вот не попробовать ли нам как ты думаешь может уже и хватит вообще мы же на вкус делаем вот нравится вам сладкий сок насыпать еще больше правда же конечно а нравится вам не сладкий можно не сыпать много нет мы насыпем еще стаканчик нам пополам сколько в этом стакане 200 грамм ты же сказал будешь 300 всего сыпать уже 600 я сказала я буду 300 насыпать полтора стакана сюда и полтора сюда понятно а если я его закипячу и мне захочется еще добавить то я еще добавлю по полстакана все ставлю кипятить т.к. Продолжение следует...